я периодически мучаюсь от панических атак то есть многих называют вегетососудистой дистонии и так далее приступы паники так далее но мне интересно каким образом и в хорошем или в плохом смысле как это влияет на мозг потому что я понимаю что в этой цепочке мозг является одним из главных факторов потому что именно он посылает идею что сейчас происходит что-то плохое дальше идет сердце тахикардия и этот сигнал тахикардии идет обратно в мозг и это все усиливается петля положительной обратной связи да не очень приятное ощущение в целом и каким образом это влияет на мозг что-то меняется в нем то есть как это все происходит ну марат любой негативный стресс тем более если он регулярно тем более чуть не постоянно он конечно плохо для мозга есть нервные клетки очень так негативно на все это реагируют они плохо работают да плохо память формируется а там глядишь уже контакты начнут разрываться разорвались контакты весь нейрон помер вот поэтому собственно все вот эти вот панические хронически тревожные состояния они губительны от всех во всех отношениях плохи и это касается и работы мозга и того как мозг управляют внутренними органами потому что наша печенка селезенка сердце и между все равно управляет головной мозг если он у вас плохом состоянии там стрессе или там хроническом недосыпи или еще что-то так начинает сыпаться все системы ну не сразу конечно да но там через год через два через три то есть запас прочности есть вот поэтому есть психологи есть доктора которые занимаются паническими атаками вот у меня есть один знакомый доктор он прекрасную технологию использует в дыхании ксенона ксенон казалось бы инертный газ да 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 что от него ждать а он как выяснили несколько лет назад влезает внутрь одной молекулы которая передает у нас мозги возбуждающие сигналы и так эту молекулу раскорячивает да что эти сигналы проходят хуже и вот эта активация тех же панических атак она становится меньше и там чуть что значит поингалировал немножко ксенона они сейчас сделали такой как-то стартап вот идея в том чтобы вот эти носимые были баллончики с ксеноном ну как вот при астме да а тут вот потому что он дает очень короткий очень четкий такой вот подтормаживающий ответ ксенон при этом он инертный газ он ничем не взаимодействует вот у него вот именно вот такая специфическая фишка в его активности существует и сейчас кстати ксеноновый наркоз вот используется все шире шире если бы он не был такой дорогой это идеальный наркоз для хирургических операций нету таких выходных последствий после самый лучший мгновенный выход очень быстрый и можно там хоть бабушку в 90 лет оперировать дорогой только ксенон ксенона мало в атмосфере поэтому фары дорогие такие ну да поэтому даже на фары не хватает психологи могут помочь при депрессии а если вот бедняги у которых депрессия как она называется эндогенная экзогенная которая вот обусловлена просто какими-то наследственностью или генетикой биохимия мозга попорчена и все и никуда не туда ну примерно каждый двадцатый человек имеет такой пожизнедепрессивный мозг ну то есть это можно в принципе тогда лечить приемом антидепрессантов вы знаете я хоть и биолог физиолог я всегда говорю что антидепрессанты это уже последняя линия оборудования ну точнее предпоследняя последняя это уже вот всякие эти самые тмс или вообще нейрохирургия вот а до этого есть во первых сама контроль и сама как бы анализ это называется помоги себе сам а кроме этого есть доктор или психолог то есть психология психотерапия это отдельно а есть методы которые психиатрии используются не надо этого слова бояться то есть как бы ну часто это люди с таким синтетическим образованием вот у нас например на психфаке так и называется клинический психолог то есть ребята учатся как психологи но при этом получают кучу дополнительных медицинских знаний вот поэтому на самом деле даже при эндогенной вот этой депрессии есть куча поведенческих методов которые позволяют держать вот этот негатив ну как то в узде есть такой такая книжка называется восходящая спираль алекс корб написал ее американский нейробиолог у которого вот как раз вот такая вот эндогенная депрессия и он как бы изнутри как знающий человек про это очень хорошо рассказывает и про то как надо буквально дрессировать мозг как собаку вот для того чтобы не входить в эти состояния и постоянный контроль вот мозг он большой а наше я в этом мозге до маленький кусочек занимает ну там ну может 10 процентов но не 30 точно вот то есть и нейросети на которых инсталлирована наша личность они довольно небольшая часть всего мозга вот а весь большой мозг он постоянно нашей личности до предлагает какие-то программы или подбрасывать какие-то эмоции и удержать все это под контролем бывает сложно а если ты не умеешь удерживать это под контролем тогда тебя вообще понесет по кучкам поэтому осознанность осознанность осознан дисциплина контроль